здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут Ирина и вы на моем канале сегодня я на улице даже немножечко у нас такой ветерочек где-то поют птички погодка прекрасная сегодня у нас вы знаете последние уже денечки лета хочется провести на улице когда вот так вот тепло хорошо и вы знаете вынесла сегодня свои орхидейки для того чтобы обработать от вредителей я вам уже говорила о том что нужно сейчас как раз обработать наши орхидейки от вредителей чтобы потом когда они начнут выпускать цветоносы и начнут у нас цвести мы к этому уже не возвращались чтобы сейчас вот как раз пока у нас большинство орхидей нет цветет про крайней мере у меня я делала это осознанно специально у кого-то я даже обрезала цветоносы какие-то орхидейки я специально кормила только азотными удобрениями чтобы они наращивали корни и листья делаем подкормки сентарной кислотой с любимым моим коктейльчиком поэтому большинство орхидей у меня не цветет и делала я это целесообразно чтобы у меня вот сейчас осенью начался бурный выпуск цветоносов и они все зацвели одновременно и как раз что потом в этот период я не избавлял их от вредителей меня никто не мучил никакие там точнее даже мои орхидейки никто не мучил никакие букашки таракашки сейчас я буду их обрабатывать но вы знаете так случилось что сейчас можно даже не то что сейчас вообще готовясь к этому видео я начала рассматривать свои орхидейки и обнаружила что представляете одну орхидейку у меня грезет красный клещ я знаю что эта проблема сейчас наверное практически у каждого орхомана красный клещ просто замучил вот поэтому я также как и все наверное буду избавляться теперь от красного клеща вот я вам сейчас покажу как выглядят покусы да когда это делает клещ разверну камеру чтобы вам было лучше видно и лучше было меня слышно у меня здесь на улице есть такой замечательный столик он идет сразу с мойкой и мне здесь очень удобно будет обрабатывать мои орхидейки и смотрите вот такую картину я обнаружила на своей орхидейки вот эти вот белесые видите такие пятна это как раз таки кушает красный клещ вот она у меня стоит на верхней полке я даже не замечала вот посмотрите что у нее уже достаточно серьезные повреждения и вот видно вот эти вот маленькие красные точки я очень сильно расстроилась вот но что уже сделаешь ничего не поделаешь я знаю что красный клещ сейчас реально наверное у каждого орхомана потому что сейчас август и все букашки таракашки они просто как бешеные пытаются размножиться пытаются где-то спрятаться укрыться да вот у них это наверное как сказать это уже интуитивно у этих всех букашек таракашек поэтому собственно сейчас и нужно обрабатывать наше растение и что я буду делать сейчас я выбираю препарат именно от клеща потому что вот я его видите нашла глаз знаете самое интересное что вот эти все орхидейки это с одного окна да это у меня окошко с полкой где он возле лестницы да у меня стоит такая полочка с сайта под цветы вы все ее прекрасно знаете она прям на окне прикручена и вот все орхидейки в порядке только на одной вот эти вот видите белесый с красными вкраплениями вот это клещ так покусал очень сильно она у меня стояла наверху на этой полке я даже не замечала и получается когда я спускалась с лестницы она вообще не попадала мне в поле зрения а вот когда начала уже готовиться к видео начала думать с какого ваша кошка начать и вот начала рассматривать орхидейки я обнаружила ее собственно честно мне обидно потому что я всегда хорошо слежу за своими орхидейками но вот получается не усмотрела и красный клещ достаточно быстро пожирает наши орхидейки поэтому нужно делать профилактические обработки от этого насекомого до вредителя так смотрите вообще можно было бы конечно все обработать прям чистотел но я им пользуюсь уже давно и я боюсь что у клеща уже на него есть знаете выработан иммунитет поэтому мне сейчас нужно сменить препараты я решила что у меня знаете сразу после под рукой был препарат сейчас я вам покажу вот такой вот клещевит конечно знаете можно было смешать несколько препаратов взять более жесткий препарат но я считаю что на первоначальной стадии когда можно обычно да вот клещевитом избавиться например от клеща не вижу смысла пользоваться какими-то более такими ядерными препаратами вот поэтому сегодня я буду вот опрыскивать этим препаратом по листу эти орхидейки обязательно это должно быть три обработки знаете очень часто бывает такая ошибка когда один раз обработали и все и оставили вот тогда получается личинки которые вылупятся новые клещи которые вылупятся у них уже будет иммунитет на этот препарат и вот их потомство которое вот они уже отложат до свою же эти личинки у них уже будет иммунитет если мы вот пропустим эту обработку это должно быть 7-10 дней и до между обработками их должно быть три вот и лучше менять препарат вот сегодня это будет клещевит например в следующий раз это будет какой-нибудь другой препарат от клеща нужно будет еще посмотреть что-нибудь такое может быть более такое ядреное вот можно будет даже пролить актарой потому что если есть клещ то возможно что есть и какие-то другие насекомые возможно что второй раз это будет пролив актару актар и более долгий срок действия и он вы знаете вы получается растение впитывает актару и 7 дней орхидейка защищена от вредителей до которые будут ее кусать они будут получается все отравлены вот получается на 7 дней само растение отравляется препаратом актара вот поэтому можно в принципе в следующий раз использовать препарат актара но я еще подумаю но сегодня это будет клещевит обязательно три обработки препарата мы меняем вот и не больше чем 10 дней должно пройти между обработками сегодня я буду делать конечно все элементарно просто я уже налила у меня такого помповый пульверизатор вот такой вот помповый у меня знаете было уже их несколько пульверизаторы но они были почему-то у меня не долговечны этот пульверизатор я купила в магазине лето вот называется у всех агро успех вот на 2 литра и он это служит мне уже достаточно долго и причем я им опрыскиваю и на огородике свои огородные культуры на так сказать помидоры перцы я им тоже обрабатываю потому что пока у меня их не так много можно помповый использовать конечно на следующий год когда я посажу больше нужно будет купить такой уже помасштабнее да так сказать этот не двухлитровый уже наверное литров на на ведро на на 10 на 5 литров но в общем такие планы так сейчас я открываю здесь как раз у нас по инструкции смотрите идет 2 миллилитра на один литр воды здесь у нас 4 миллилитра ампула поэтому как раз на 2 литра воды вот до помповой но я налила меньше я налила полтора литра воды чтобы наш раствор он был более такой знаете насыщенный ядрен и столе а вот чтобы наверняка весь клещ на данном этапе он вот конечно же на яйца не это не будет распространяться и нужно будет сделать опять же повторюсь через семь-десять дней вторую обработку но пока вот этот препараты я буду разводить на полтора литра вот четыре миллилитра препарат смотри что там внутри внутри у нас вот такая вот ампулка которую нужно будет сейчас обрезать вот делаю все на улице аккуратно маску я не одеваю потому что у нас ветерок и я думаю что никакого отравления не будет а вот за перчатками я сейчас схожу одену все-таки на всякий случай перчатки чтобы опять же не было никакого отравления при контакте с препаратом все ампулку я вылила закручиваю принципе я не буду наверно никак контактировать с препаратами сейчас опрыска его и все и оставлю я эти орхидейки здесь наверное как минимум и наверное они у меня будут здесь до вечера вот как начнутся меркаться тогда я их уже заберу сейчас я накачаю воздух пульверизатор вот знаете повезло конечно что у меня сейчас правда все орхидейки вот здесь только две с цветочками это сказка она уже такая была отцветающая да и эта красоточка тоже у меня уже это магазинное цветение ничего страшного если она сбросит после обработки цветы вот потому что это частое явление что после обработки особенно актарой орхидейки сбрасывают свои цветочки поэтому это учитывайте если вы хотите сделать профилактическую обработку то можно дождаться окончания цветения если же у вас конечно уже есть вредители даже не думайте обрабатывайте не жалеете цветочки вот потому что вы спасаете таким образом растение так все я накачала воздух и начинаю опрыскивание начну наверное с этой красавицы которая все-таки у меня прям однозначно с клещом вот видите начну я с нее обрабатывать немножко наклоню камеру это будет просто опрыскивание обязательно чтобы попала с двух сторон так сейчас я настрою ничего страшного что у меня сейчас попадет в пазухи даже это еще и лучше что попадет в пазухи потом я оставлю вот так прям с этой водичкой даже я все оставлю здесь сейчас у меня ветерок на улице это все находится загнивание не будет уже когда я буду заносить домой ну это пройдет наверно минимум три часа четыре я думаю что уже все высохнет на улице если вдруг я увижу что где-то в пазухах еще осталась вода я возьму прям власть сухую салфетку до бумажную обычную кухонную и прям по протираю везде пазухи но сейчас я целесообразно попадаю причем я стараюсь попасть с двух сторон и снизу и сверху чтобы все пазухи попал у нас этот препарат и на цветочки тоже везде везде причем по листикам сейчас препарат еще бы получается все равно попадет в горшочек и даже если есть там вредители они все тоже должны будут уничтожиться контактным таким путем вот так все 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 обрабатываем правда я сейчас к осени жду очень красивое цветение все мне орхидейки должны выпустить цветоносы потому что у меня сейчас очень мало реанимашек и даже если это реанимашки то они хорошо наращивают корни и листья вот у меня нет даже таких реанимашек которые стоят на месте у меня сейчас все орхидейки такие прям ну в активной стадии роста растят листики корешочки я думаю даже эти все обработки они не заметят а вот когда вы знаете обрабатываем орхидейки которые и так чахленькие да вот и ничего не растят не корни не листья они такие вот реанимашки спящие конечно эти обработки могут даже немножечко еще усугубить и это положение поэтому нужно быть аккуратным и если это профилактическая обработка если вы никого не видите то лучше выбирать какой-нибудь щадящий препарат как я вот например использовала тот же чистотел да это вообще спрей для блох и клещей и у животных вот для пероедов например у животных лучше использовать его но сейчас если честно я уже да думаю что слишком часто я им пользовалась и клещи просто на него уже не реагируют они уже как бы привыкли к этому препарату поэтому я решила сменить через какое-то время я опять вернусь к этому препарату или я думаю что можно попробовать что-то другое тоже из этой серии да для животных чтобы это было более безопасно для детей вот и хорошо действовала поэтому я думаю может быть даже я смотрела несколько видео и использовали шампунь для животных вот как типа зеленого мыла да по принципу зеленого мыла использовали шампунь для животных по моему даже кстати барс назывался вот может быть даже следующую обработку я так сделаю там что-то на литр воды столовая ложка этого шампуня и все тоже клещи как не бывали поэтому возможно я даже куплю мы с вами поэкспериментируем ставьте лайки пишите свои комментарии если хотите такой эксперимент посмотрим что будет с орхидейками еще почитаю про это чтоб все у меня было хорошо естественно чтоб не было никаких ожогов ничего вот у меня просто сейчас есть там один шампунь для животных ну вот надо почитать можно его использовать или нет если что следующую обработку можно будет сделать очень даже будет мне кажется интересно правда вот так вот все 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 обрабатываю ну все мои дорогие орхидейки обработаны мы с вами уже выяснили да такие вот правила успеха это обязательно три обработки смена препаратов а вот и промежуток не более 10 дней между обработками чтобы яйца личинки не успели вылупиться и вырасти до половозрелого возраста чтобы отложить новые личинки которые будут иметь иммунитет на препарат которым вы обрабатывали так и я вам сейчас еще вкратце наверное пробежимся расскажу что у меня здесь за орхидейки я думаю вам будет интересно эти все орхидейки они с одного окна как я уже говорила а вот и наверное отсюда как раз и начнем трогать я их уже не буду потому что они обработаны это вот красавчик его называли первоначально когда появился этот гибрид его называли чармер но потом его присвоили свое какое-то такое определенное название очень красивая орхидейка не крупная но с такими характерными разными штрихами какими-то крапинками очень красивая орхидейка не знаю пахнет или нет она у меня еще ни разу не цвела это орхидейка с сайта орхарай мне рад же ее прислал вместе с грунтом орхарай который я тестировала но вот пока даже не могу ничего сказать я видела что она как-то знаете она выпустила лист ну что-то думаю как-то он медленно растет вот ну скорее всего наверное у нее как раз такие вот где-то мы поймали клеща поэтому она и росла плохо но сейчас обработан я надеюсь что все будет с нехорошо еще после этих обработок я обязательно пройдусь каким-нибудь антистрессовым препаратом таким как опин циркон может быть я просеку n2 101 или даже может быть куплю такой тоник бонафорта и пройдусь по всем орхидейкам таким тоником так так что это орхидейка она у меня растет в грунте орхарай в принципе на себя нормально чувствует растила листик но если не иметь ввиду что на ней жутко много крашеного клеща который я просто промолваю проморгала мои дорогие даже не буду оправдываться не знаю как это появился и почему сколько времени он там сидел что такие повреждения на листьях хотя я знаю что красный клещ очень быстро обгладывает орхидей так здесь вот аккуратненько так здесь кстати да по афик он у меня в принципе стоит нормально единство что мне кажется он немножко восстановил у меня даже тургор не знаю может быть я себе как-то утешаю но про него долго говорить не буду мы с вами его все видели все знаем буквально недавно так здесь орхидейка мадонна мы ее пересаживали вместе с вами на моем канале в кору вот в принципе она вот как видите у нее растущий корень начала сразу же после пересадки растить листик я надеюсь что я теперь будет хватать влаги потому что у нее всегда на донышке будет стоять водичка прежде она стояла в стаканчике в маленьком стеклянном есть у нравилось но от того что маленький стаканчик он быстро пересыхал и она сразу же начинала отсушивать нижние листья надеюсь что мы теперь эту проблему с ней и искореним с помощью двойного горшочка и коры более влагоемкого субстрата здесь красотка у нас очень красивая орхидейка похожая на орхидейку дикий кот но как мультифлора знаете такая немного с кудрявыми листиками не знаю как она расцветет у меня в домашнем цветении очень хочу посмотреть красотка тоже вам недавно не рассказывала такой красавица моей которую я поливала зеленым удобрением вот такая красивучая тоже видите растущий корешочек у нее все с ней нормально но обязательно нужно обработать если вы даже на одной орхидейке увидели вредители обрабатывать нужно все орхидейки которые находятся в комнате вот сегодня это у меня будет одно окошко я сейчас эти орхидейки уберу потом выставлю другие также все 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 и обработал от вредителей во всем доме и на следующий до раз эта обработка уже будет может даже не от ну вместе с клещом до что-то в совокупности скорее всего может быть про правда я даже или по экспериментирую вместе с вами шампунем для животных или это будет октара посмотрим может быть даже смешаем так но эту красотку вы тоже все знаете недавно я вам ее показывал недавно была пересадка на себя замечательно чувствует все с ней хорошо яркий 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 такой цветочек так здесь у меня као да она тоже себя замечательно чувствует она растит листочек у нее все в порядке вот этот листик тоже она уже после цветения вырастила и вот новый растит очень классная орхидейка тоже ждут цветения цветочек восковой очень долго держится это обычная као да я знаю что сейчас много есть разновидности колоду но у меня самая простая колода здесь еще смотрите какой беглиб красавчик он немножко завалился на бок но он прям бомбовский тоже я вам его недавно показываю мы вместе с вами поливали его зеленым удобрением и я на рассчитываю на скорое цветение это очень красивый беглиб у него здесь где-то должна быть этикеточка вот но крутить не хочу обработана не хочу трогать их так ванда у нее кстати отлично растут корни вон их даже в баночке видно листочек пока еще не заметила чтобы он рос но не знаю посмотрим корни точно растут это радует сказка вот всеми любимым потрогать цветочку шла одну руки по моему вот такая красивучая сказка очень долго держится тоже цветок плотный такой как восковой три липс вот и кстати у нее начала расти новый листочек значит скоро она совсем и этот отсушит цветок ароматный очень ароматный цветочек и будет активно наращивать корни и листья перед новым цветоносом так а это моя красотка льюисберри бабочка обожаю ее она тоже цвела в два цветоноса буквально там месяц назад по моему она у меня отцвела и сейчас активно наращивает листья и корни она дорастила этот еще листик и вот уже такой большой за месяц у нее вырос новый листик да вот начала прям активно наращивать листья и корни после цветения так здесь у меня бежевая фабрика вот такая красави красавишня моя с новым листиком растит новый листик после пересадки все у нее хорошо все нормальненько она растет и вот красота это у меня орхидейка недавно я вот и к один цветочек срезала sunset love вот все время я забываю или забываю или боюсь неправильно сказать название не знаю почему вроде бы правильно sunset love вот тоже она вот листик растит сейчас активно будет растить корни пусть все наращивает и заново зацветем с большей силой и здесь реанимашки вот уже их а вот еще красавица это мультифлорка я вам сейчас поставлю фотографию вот какая-то мультифлорка забыла тоже как название она такая красивая оранжевая с розовым мультифлора будет она еще кстати не пересажена но ей так нравится расти вот так просто в стаканчике на донышко водичка она во мхе в своем транспортировочном стаканчике наращивает отличные корни листья поэтому не знаю даже трогать ее не трогать единственное мне кажется не уже так много корней что нужно бы наверное и и уже и пересадить более большой просторный горшочек красиво капельки смотрятся замечательно вот но это реанимашки ну нет даже не то чтобы ну да вот эти креанимашки а это бигриб который мы с вами зачищали бежевый такой с прожилочками я вам тоже вставлю фотографию вот знаете сидит ни туда ни сюда у него в принципе много корней он как-то еще так знаете завалился на бок вот не знаю что ему не нравится думаешь зря его в кору посадила это у нас серамист потому что надо было по привычке уже керамзит и было бы лучше не знаю посмотрю еще некоторое время и возможно я его достану пересажу ли ну что-то буду с ним делать если он так и будет сидеть мне нравится когда орхидейки долго сидят на одном месте и ничего не растят так что вот такая у нас сегодня обработка вот мы одного только окошка следующий буду обрабатывать уже вне кадра я так скажу возможно еще ну наверное и завтра буду обрабатывать и послезавтра буду обрабатывать потому что орхидей много и одним днем здесь конечно не справиться сейчас уже у меня вечер вот на часах примерно 5 и вот где-то часа через три к восьми к девяти теперь я их только занесу домой пусть стоят вот хотя все водные обработки я люблю делать утром да что касается воды и обработки по листу но сегодня это не подкормка это именно от вредителей у нас поэтому вот такая у нас сегодня красота на улице конечно орхидейки на улице смотрится великолепно прекрасно просто не очень нравится жалко конечно все таки я увидела этого красного клеща на своих орхидейки кстати первый раз за все время что у меня орхидейки у меня на орхидейки красный клещ вот так был конечно у меня трипс ну подра наверное это у всех а вот красный клещ впервые вот так будем бороться мои дорогие все всем пока пока до новых встреч а я пойду заниматься своими другими делами сейчас помоющую окно на котором они стояли дел короче еще очень-очень много убраться помыть и потом занести их обратно все мои дорогие и кстати пишите свои комментарии по поводу того что я снимаю на улице и завтра когда буду обрабатывать другие орхидейки показывать вам или нет или лучше что-то другое поэтому обязательно пишите всем пока пока до новых встреч мои хорошие до новых видео в следующих видео в следующих видео